Доверие вообще это такая масштабная тема. Изначально доверие должно быть в самом учреждении. Но оно настолько сейчас как-то расслышлено. Доверие идет, то есть начиная от правительства, доверять, не доверять. То есть тем не он. Но я согласна со многими, кто здесь высказался. Доверие это должно начинаться с самого себя. И чем больше человек не доверяет, тем больше он находится в позиции жертвы. Это очень распространено. Меня обидели, меня кинули. И вот он больше и больше углубляется. А нет, а если он не доверяет, то его никто не кинет и никто не обманет? Какая же это жертва? Нет, ну почему? Нет, если он начал не доверять, значит с чего-то же это началось, правильно? Он уже жертву из себя поставил. А если он никому не доверяет, то это полная стопроцентная жертва уже. Да. Позиция жертвы. Смотри, как красиво, мило. И как бы, осознавая это, я стараюсь как бы вообще вот, то есть эту позицию жертвы, ну то есть как бы анализировать, да? Где-то кто-то обидел, где-то что-то сказал, какая-то ситуация не та произошла, то есть начинаешь анализировать все равно с возрастом. Если в 20 лет идут эмоции больше, то естественно с возрастом ты развиваешься как-то, как Нила сказала, отсеиваешь это все. Ну, в принципе, развитие это супер. Возраст приходит. Да. Поэтому, в принципе, я тоже не доверяю, ну, в силу обстоятельств с мужской половиной человечества, но я очень стараюсь сейчас, как вот сказал Ярослав, что нужно искать позитив положительный в людях и тогда получается, ну, начинаешь доверять. Круто. Я стараюсь себе вот это развивать сейчас. Все.